Карачаево-Черкесия на телеканале «Россия-1» – это главные вести республики. Мы работаем в прямом эфире. С вами Руслан Куркмазов. Здравствуйте. Карачаевск готовится к выборам депутатов Госдумы. Голосование через наблюдения, обучения, избирательных участков – наш репортаж сегодня. Имя будет жить вечно. В селе Дружба переименовали улицу. Ибрагим Хаджикатчиева депутаты увековечили. Нет неясных процессов. В МВД прошла встреча с общественными организациями. Обсудили свадьбу и стрельбу в кортежах. Стрельба из пневматического оружия в детском лагере «Сосинка» прошли соревнования по олимпийским правилам. В сентябре гражданам Российской Федерации предстоит выбор депутатов Государственной Думы. В городах и районах республики уже идет подготовка к данному событию. Создаются и открываются избирательные участки, а также обучаются специалисты и наблюдатели. О том, как проходит подготовка в Карачаевске, расскажет Аслан Гирюгов. По мнению многих экспертов, предстоящие выборы будут конкурентными. В Карачаевском районе в 15 субъектах будет создано 17 избирательных участков. Для безопасности избирателей и наблюдателей в них будут соблюдены все правила безопасности. Более подробно об этом рассказал председатель территориальной избирательной комиссии по Карачаевскому району. Меры безопасности на участках будут следующие. Члены комиссии, участковых избирательных комиссиях, они будут сидеть на расстоянии, на дистанции полтора метра друг от друга. Будут выдаваться медицинские маски, перчатки, также будут средства обработки для рук. Также участки будут обрабатываться. При входе избирателя в участок будет замеряться и высшая температура, и будут обрабатываться руки, и выдаваться одноразовые перчатки, ручки, чтобы человек мог проголосовать. Помимо этого, Рашид Айдинов отметил, что в день выборов на территории избирательных участков будет постоянное видеонаблюдение. Также для удобства каждый человек может проголосовать в любом удобном для него участке. Для этого необходимо обратиться в МФЦ. В связи с коронавирусной инфекцией нужно обеспечить безопасность наших членов участковых избирательных комиссий, также наших избирателей, которые придут в день голосования, чтобы сделать свой выбор. На данный момент у нас прошло обучение в территориальной избирательной комиссии. Также все члены территориальной избирательной комиссии буквально на прошедшей неделе прошли тестирование ЦАИТа при ЦИК. Все получили сертификаты. Сейчас идет подготовка к обучению всех членов участковых избирательных комиссий. Мы их будем обучать, потом они будут проходить тестирование за компьютером, будут получать сертификаты. До выборов остается чуть больше месяца. Кто-то представляет политическую партию, некоторые идут как самовыдвиженцы. Каждому, кто примет участие в выборах, важно узнать о всех кандидатах. Ведь с таким большим разнообразием можно сделать правильный выбор, который соответствует личным взглядам каждого избирателя. Аслан Гелюгов, Мухаммед Ашибуков, Вести, Карачаево, Черкесия, Карачаевск. Дабы имя его в памяти народа жило вечно. На внеочередном заседании Думы Дружбинского сельского поселения депутаты единогласно поддержали инициативу старейшин по присвоению имени Ибрагим Хаджи Качиева центральной улицы села. Ахмад Халкечев продолжит. Ибрагим Хаджи всю свою жизнь посвятил служению не только мусульманской умме, но и всему нашему многонациональному и поликонфессиональному обществу. Из-за масштабных благотворительных проектов и акций имя Ибрагим Хаджи было хорошо известно и далеко за пределами Карачаевой Черкесии. Именно благодаря его стараниям многие семьи, оставшиеся без крова или без средств к существованию, получали не только поддержку, но и вновь обретали веру в человеческую сопричастность и сострадание. Этот человек очень много чего сделал для нашего села в первую очередь, для всей республики, для всех народов нашей республики. Для него не имело значения, кто ты по национальности, даже не было им для него значения, не имело, кто ты по вероисповеданию своему. Он к любому человеку обращался, находил подход, для многих был примером, учителем, для многих он говорил, что надо делать, как надо делать, как себя вести, как правильно себя вести. У населения республики мнения и решения Кадья Ибрагим Хаджи Качеева принимались бесспорными. В силу своей исключительной порядочности и принципиальности он имел безграничное доверие народа. Для многих он был добрым другом, лучшим советчиком и непререкаемым авторитетом. Предложения о присвоении имени Качеева, уже бывшей улице 50 лет октября, были еще и при жизни имама. Но тогда Ибрагим Хаджи был категорически против, чтобы его имя увековечили при жизни. Меня делегировали в совет старейшин, чтобы я с ним переговорил на эту тему. Я когда с ним разговаривал, он как будто все это предвидел и сказал, что при моей жизни не надо, но после смерти назовите, как хотите. Прямо его дословный перевод его слов. Такие люди рождаются в 100 лет один раз. Я его знаю с первого дня, как он приехал к нам в село. И во время его, как он стал имамом, тут многое преобразилось. Ну все, что происходило у нас в селе, все было связано с ним, с его именем. Он не только участвовал, как говорят, он принимал самое активное участие, и при этом он все это возглавлял. И поэтому жители как бы в благодарность ему, в благодарность ему, хотели увековечить память его названием этой улицы. Видный общественный и религиозный деятель, первый кадий республики, известный не только в нашем регионе, благотворитель Ибрагим Хаджикатчев покинул нас в декабре прошлого года. Ему было всего 59 лет. Я благодарен от лица нашего рода тем, кто это начинал, кто это принял. Истинным среди них есть истинные мусульманы. Я благодарю их, дай Аллах им всего хорошего, чтобы они жили в исламе. Он боролся всю жизнь на пути религии. Ахмад Халкечев, Мухаммед Ажибоков, Вести Карачаево-Черкесия, Прикубанский район. И весь из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 22 677 человек. Из них 20 785 выздоровели, 678 сейчас госпитализированы. Сейчас прогноз погоды на завтра. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь и гроза. В первой половине ночи в отдельных районах сильный дождь. Град, шквал 20-23 метров в секунду. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 19. В горах местами плюс 8, плюс 13. Днем плюс 30, плюс 35. В горах местами плюс 21, плюс 26 градусов. В Черкесии без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19. Днем плюс 33, плюс 35 градусов. Это главные вести республики. Мы работаем в прямом эфире. Министр внутренних дел по Карачаво-Черкесии Александр Мельниченко провел встречу с представителями национальных общественных организаций республики. Понимание обстановки в Карачаво-Черкесии есть, а нам непонятно. Для меня нет неясных процессов. Считаю, что обстановка контролируемая, спокойная. Коллектив министерства работоспособный, но в республике своя ментальность, отметила Александр Мельниченко. Обсуждая тему обеспечения безопасности дорожного движения, участники встречи затронули проблему, связанную с нарушениями, которые допускают люди из свадебных кортежей, проявляя свои чувства через стрельбу. Было отмечено, что у народов Карачаво-Черкесии богатые колоритные традиции, через которые и нужно выражать свою радость, не нарушая общественный порядок, не подвергая опасности участников торжества и других людей. В ходе беседы также затронули вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков, совершения преступления в отношении совершеннолетних, обсудили вопросы кадровой политики ведомства, обеспечения должного уровня при проведении выборов в сентябре. В завершении министр заверил присутствующих, что подобные встречи будут проводиться постоянно. Не только в Токио сейчас проходят спортивные баталии. У нас в республике в летнем лагере «Сосинка» ребята соревновались в меткости в стрельбе из пневматического оружия вместе с членами общественного совета Прим.ВД Карачаво-Черкесии. Хотя площадка не со статуса мировой арены, но азарт и спортивный интерес – выигрыши, достойные равняться с олимпийцами. Фатима Даурова убедилась в этом. Говорят, лето – это маленькая жизнь. А когда ребенок проводит его в детском лагере, самые яркие воспоминания и впечатления гарантированы. Ведь это не только отдых на свежем воздухе, но и конкурсы, командная работа, развитие самостоятельности и полезных навыков, которые пригодятся в будущем. На пару недель, пока длится смена, ребята погружаются в особую атмосферу, которая царит в «Сосинке». Здесь все расписано по минутам. Это общелагерные и просто отрядные мероприятия. Конкурсы, игры, костер, дискотека. Маленький отдельный мир вдали от городской суеты и шума. У нас план построен таким образом, чтобы много было развлекательных программ, а также спортивных. Потому что все-таки это лагерь оздоровительный, много детей занимаются спортом. Конечно, день начинается с утренней зарядки, это важно очень. А потом в течение дня много интересных других занятий. На сегодняшний день за четыре потока успели оздоровиться уже более 360 детишек. Впереди еще последняя пятая смена. Ребята сюда приезжают с удовольствием и охотно делятся приятными впечатлениями от летнего отдыха. Подруги Лиза и Даша после первой смены, которая им очень пришлась по душе, продлили свой абонемент в лагере еще на два потока. Я не знаю, мне вот просто нравится здесь участие, друзья хорошие, воспитатели. И вот все прям на душе хорошо. Как дома. Медсестра хорошая, повара вкусно готовят. Воспитатели всегда понимают, разговаривают. Голос не повышают на детей ни разу. Участие. Каждый день у нас мероприятия разные. Дискотека, зарядка также. Сегодняшний день для ребят стал особенным. К ним приехали гости, члены общественного совета при МВД по Карачаево-Черкесии. Да не с пустыми руками. Они привезли с собой целую спортивно-развлекательную программу для детей. Соревнования по пейнтболу и стрельбе в тире. Думаю, что разговоры будут очень долго в этом мероприятии, потому что необычно для детей. То есть понимаем, что сейчас все дети играют в какие-то стрелялки, а тут это все можно попробовать наяву. И надеюсь, что кто-то из ребятишек заинтересуется и будет заниматься этим более серьезно. После подробного инструктажа по технике безопасности от руководителя спортивного клуба военно-патриотического воспитания молодежи «Калибри» Марка Кириенко началась самая интересная – игра в войнушки. Желающих поиграть в пейнтбол было так много, что организаторам пришлось увеличить состав команд на два человека. В спортивный азарт вошли не только сами участники, но и группа поддержки. Большинство из ребят и девчат впервые держат в руках оружие для пейнтбола, но тем не менее они быстро приловчились и даже показывают очень хорошие результаты в меткости. В «Яблочко» целились и в другом состязании по стрельбе из пневматического оружия в тире. И вот здесь нужно было проявить особое умение – точно попасть в маленькую мишень. Кому-то это удавалось с первого раза, а некоторым нужно было приложить больше усилий. Но впечатления у всех остались яркими, с насыщенными эмоциями. Понравилось. Хотелось бы, чтобы почаще так приезжали. Дети очень рады. Понравилось. Ты попадал еще? Да, во все попало коробки. Пока на поле шли спортивные баталии с высоким градусом напряжения, у жарких печей в столовой и летнего лагеря трудились повара, готовя вкусный обед для ребят. Ведь, как известно, свежий воздух в сочетании с активным спортом повышает аппетит. И кулинарная команда готова принять всех желающих. Фатима Дорова, Ислам Урума, Вести, Карачаево, Черкесия, Даусуз. Прямо сейчас продолжение сериала «Отражение звезды». До встречи на телеканале «Россия-1». Когда я могу проголосовать на выборах депутатов Госдумы? Чтобы защитить здоровье избирателей, голосование по выборам депутатов Государственной Думы пройдет в три дня – 17, 18 и 19 сентября. Вы можете выбрать любой удобный день для голосования. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Одноразовые маску, перчатки и ручку вам предоставят на входе в помещение. Главное – не забудьте взять паспорт. Выбираем вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова